Теплую осеннюю погоду сменит холодная. Синоптики дают прогноз на ближайшие дни. К выходным, ночью до нуля, дождь и снег в большинстве районов. Жителям Сургута общественный транспорт в низкие температуры, вероятнее всего, придется ждать на открытом всем ветрам пространстве. Под угрозой срыва оказалась компания по оснащению автобусных остановок павильонами. Работы должны были завершиться больше двух месяцев назад. Однако подрядчик, замахнувшийся на крупный муниципальный контракт в сроки не уложился. В итоге из 30 запланированных остановок больше десятка до сих пор не установлены. Недорого и долговечно. По заявленным характеристикам павильоны от тюменской фирмы вполне устроили сургутскую администрацию. За излишеством вроде подогрева сидений в этом году не гнались. Остановились на простых, но прочных кабинках площадью 7,5 квадратов со скамейками, досками объявлений и отводом воды с крыши. Стоимость каждой менее 300 тысяч рублей, поэтому контракт заключили сразу на 31 павильон. Заказчик доволен ценой, подрядчик объемами. Но разойтись полюбовно сторонам не удалось. Город никак не дождется последней партии остановок. Сроки истекли два месяца назад. Было разыграно три контракта муниципальных. Значит, два контракта уже полностью закрыты на сегодняшний день. Третий контракт, это один из павильонов у нас уже на завершении. Автобусные павильоны по последнему контракту должны были установить до 1 августа. К подрядчику будут применены штрафные санкции. Но от того, что кто-то кого-то оштрафует, горожанам не теплее. Уже на следующей неделе в Сургут придет похолодание. Укрыться от ветра и осадков в ожидании автобуса негде. Компанию по установке павильонов раскритиковали сургутские депутаты, потребовав от чиновников наладить, наконец, нормальную схему работы и раньше отыгрывать конкурсы. С подрядчиками по остановкам Сургуту в последнее время как-то не везет. Прошлогодняя эпопея с теплыми павильонами тоже сопровождалась многочисленными нареканиями к исполнителям муниципальных контрактов. В сроки не уложились, по качеству надежд не оправдали. Непрочные стеклянные двери, которые бьются при каждом неосторожном движении, ненадежная электронная начинка и еще куча нарушения технических условий. В итоге из 14 появившихся теплых павильонов сегодня работают все, но, видимо, власти решили больше так не рисковать и в этом году закупили конструкции попроще и подешевле. Возможно, если бы эксперимент удался, то к выбору павильонов подошли иначе. Но сейчас логики лучше проще. Да больше придерживаются не только чиновники, но и сами жители. Ведь за те же деньги, что и теплую остановку, можно установить три обычных. Еще и сдача останется. Ну не такая, как с новым подогревом сделали. Потому что не так. Да там все равно холодно. Ну урна, лавочка, это в любом случае, мне кажется, больше ничего и не надо. Ну зачем там Wi-Fi, не Wi-Fi, я не знаю. Сейчас у каждого мобильный телефон с интернетом. Если подрядчик все-таки выполнит условия и поставит павильоны в полном объеме, в Сургуте более чем из 320 автобусных площадок останутся неоснащенными 50. Половину из них планируют оборудовать остановочными комплексами в следующем году. За счет как бюджета, так и предпринимателей. Вопрос с еще примерно столькими же пока открыт. Речь об остановках, которые расположены под высоковольтными линиями. Службы пока не согласовывают городу подобные работы. Светлана Славкина, Роман Турбин. Вести Югория. Сургут.